Азербайджанцы взяли под стражу 68-летнего гражданина Арсаха, которого сегодня Международный комитет Красного Креста вез медучреждения Республики Армения на лечение. Об этом сообщил госминистр Арцаха Гурген Нарсисян на своей странице Facebook. В условиях, когда Азербайджан якобы призывает уважать хотя бы миссию Международного комитета Красного Креста, сегодня из перевозимых сопровождений комитета в медучреждения Республики Армения в целях лечения пациентов Азербайджаном был задержан 68-летний гражданин Республики Арцах и увезен в неизвестном направлении. Тем же маршрутом, перевозимый в Республику Армения наши граждане в сопровождении прибывших из Гуриса представителя комитета Красного Креста, были перевезены в медучреждение Гуриса, возвращение Арцах наших, получивших лечение в Республике Армения граждан, было отменено. Примечательно, что Азербайджан постоянно пытался всячески воспрепятствовать процессу перевозки больных в Армению даже через комитет Красного Креста и каждый раз ставил перед комитетом новые условия. А произошедший очередной шаг, чтобы сформировать у людей страх для проезда через Лачинского коридора даже в целях лечения в Армении. Таковы разрастающиеся с каждым днем последствия признания властями Республики Армения в территориальной целостности Азербайджана и названия Арцаха Азербайджаном, поведения, проявляющего практических бездействий международного сообщества и недостаточного осуждения продолжающихся уже много месяцев преступлений против народа Арцаха. Эти последствия необходимо предотвратить любой ценой, отметил Нирсисян. Представительство Комитета Красного Креста в Арцахе не предоставляет никакой другой информации, кроме того, что организация заранее согласовывает все мероприятия, организуемые через коридор со всеми сторонами. 68-летний Вагиф Хачатарьян был похищен представителями пограничной службы Азербайджана и увезен в неизвестном направлении. Об этом на своей странице в Facebook написал амбудсмен Арцаха Гегам Степанян. На данный момент судьба похищенного неизвестна. По данным правозащитной организации, Центр защиты прав человека Республики Арцах все еще ведется сбор фактов о произошедшем. Уже официальный председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Тогмасян подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Национального собрания Республики Арцах. Руководствуясь пунктом 1, ч. 2 ст. 130 Законно-регламента Национального собрания, я ухожу в отставку с поста спикера Национального собрания Республики Арцах, заявил Тогмасян. Постоянный представитель Республики Армении Вон Магер Маргарьян встретился со специальным советником Генерального секретаря ООН по вопросам предотвращения геноцида, заместителем Генерального секретаря Алисвайримунда Риту. Повод продолжающейся блокады Арцаха. Маргарьян отметил, что блокада Нагорного Карабаха с декабря 2022 года и отказ от международного гуманитарного присутствия раскрывают геноцидальные намерения Азербайджана. Баку также заблокировал въезд грузовиков с гуманитарной помощью из Армении. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Печенович Бурич распространила заявление относительной ситуации в Нагорном Карабахе, отметив, что крайне обеспокоена серьезной гуманитарной ситуацией и ситуацией с правами человека в Нагорном Карабахе. Обращая внимание на временные меры, принятые семь месяцев назад Европейским судом по правам человека по Лачинскому коридору, отметила Бурич, призвав обе стороны начать реальный диалог с целью быстрого обеспечения свободного и безопасного передвижения по Лачинскому коридору. Этот диалог должен также привести к деэскалации напряженности и восстановлению мира, в том числе в соответствии с обязательствами, которые Армения и Азербайджан взяли на себя более 23 лет назад, вступив в Совет Европы, говорится в заявлении. Блокада вызвала серьезные проблемы и на рынке молочной продукции. Компании по производству молока бьют ревогу о нехватке сырья и материалов. Из-за нехватки топлива компания не может доставлять молоко в цех, а продукцию в магазины. С 1 августа молочные продукты будут реализовываться только на месте фирмы на магазине. А если ситуация также продолжится, компания может полностью прекратить свою деятельность. Очереди за молочной продукцией в Степанакерте растут с каждым днем. В результате азербайджанской осады у компании Арцахкад возникла нехватка сырья и материалов, в результате чего производственные мощности сократились на 80%. Для того, чтобы купить молочную продукцию, люди выстраиваются в очередь даже в ночное время. Из разных частей города даже дети стоят в очереди, чтобы утром хоть что-то купить. Эдуард и Аркадий из района Зурге. Они прошли около пяти километров. Полночь. В целях регулирования очередей перед единственным магазином компании с 1 августа горожанам будут выдаваться квитанции очередности. Это будет возможность для тех, кто потерял целый день и не получил молочной продукции. В этом случае квитанции будут действовать и на следующий день. Из-за нехватки контейнеров компания организует прием контейнеров на месте. Из-за отсутствия топлива Арцахкад с 1 августа прекратит поставки продукции. Будут производить только мацун, сметану и молоко и реализовывать только на месте, в фирме на магазине. В случае продолжения кризиса не исключает, что компания может прекратить свою деятельность. Это все новости на сегодня. Всего доброго, до новых встреч!